здравствуйте меня зовут наталья лосева я нутрициолог сегодня поговорим с вами про напитки которые мы часто используем в своей повседневной жизни поскольку у нас лето начнем мы с вами с напитков которые нас будут тонизировать охлаждать ну под номером один я бы поставила естественно воду воду вы можете делать разнообразную например с лимоном с мятой делать легким ягодные морсы легкие это не значит что там густая масса должна быть тогда организм будет воспринимать это как еду они как напиток это должны быть легкие ягодные какие-то морсы либо вы можете добавлять чай чайные листочки например каркаде или зеленый чай чтобы эта вода имела только привкус легкий привкус приятный тогда она будет хорошо питься что касается других напитков например че их огромное количество зеленые черные ферментированные листовые какие здесь нужно отметить какие на первом месте какие задачи решают эти эти чаи например если говорить про зеленый чай то его ставят на первое место потому что это очень мощный антиоксидант конечно нужно учитывать что зеленый чай содержит достаточно много кофеина поэтому у него есть свойства бодрящие и желательно его использовать в первой половине дня зеленый чай можно пить как в горячем виде как так и в холодном он тоже будет вас бодрить и тонизировать черные чаи здесь тоже огромное количество выбора предпочтительнее гранулированный или листовой чай а также можно использовать те чаи которые вот у нас произрастают чабрец иван чай замечательно будет восполнение по витаминоминеральному комплексу и иммунитет будет укрепляться по фруктовым чаям я бы сказала что есть ограничения по употреблению для лиц страдающих сахарным диабетом или инсулинорезистентностью поскольку большое количество фруктозы будет вызывать всплеск сахара в крови поэтому есть какие-то ограничения если говорить про кофе то по поводу кофе ведутся огромное количество споров кто-то выступает противником ярым употребление кофе кто-то наоборот говорит что это мощный антиоксидант который при употреблении которого вы будете сохранять долголетие но что думаю я по этому поводу я думаю что здесь нужно соблюдать меру если вы один раз в день будете употреблять свежесваренный кофе или из турки или из кофемашины то здесь будет только польза конечно же нужно понимать что кофе это напиток первой половины дня идеально его употреблять в утренние часы примерно даже с 10 до 11 часов это действительно очень полезный напиток содержащий большое количество антиоксидантов но он повышает давление то есть лицам кто страдает повышенным давлением здесь нужно понимать что ограничить употребление или у кого есть язвенная болезнь желудка либо гастрит что-то тоже напиток может вызывать обострение этих заболеваний однако если вы будете употреблять кофе с молоком или с короем если у вас нет непереносимости либо с кокосовым молоком или миндальным то как раз молоко будет защищать слизистую желудка вот от такого агрессивного воздействия расскажу про такой напиток как кэроп изготавливается из бобов рожкового дерева мало кто слышал про этот напиток но он очень полезный это мощный антиоксидант без содержания кофеина у него вкус между кофеем и какао поэтому для лиц кто хочет умерить употребление кофе или вообще избегать употребление кофе этот напиток прекрасно подойдет я еще рекомендую почаще употреблять какао это напиток не только для детей но и для взрослых тоже также он богат витаминно-минеральным комплексов хоть комплексом очень хорош при сердечно-сосудистых заболеваниях он снижает плохой холестерин который мы называем липопротеиды низкой плотности насыщает дает чувство сытости повышает настроение по своему составу какао богата и белками и жирами углеводами поэтому он хорош тоже при физических нагрузках после того как вы продуктивно позанимались домашними делами его не можно не бояться употреблять вечером но здесь я хочу сказать что какао нужно употреблять без сахара варить его не обязательно можно залить просто кипятком тогда вы сохраните витаминно-минеральный комплекс весь в балансе но и молоко добавлять по вкусу если у вас не нет непереносимости на молоко то можно добавлять но помните что добавление молока или сливок в какао естественно приводит к тому что калорийность этого напитка увеличивается для тех кто хочет избавиться от тяги к шоколаду можно почаще употреблять какао в своем рационе и еще очень важный момент напиток какао снижает выброс сахара в крови то есть его показано употреблять лицам страдающим диабетом или инсулинорезистентностью такие напитки как кока-кола или пепси кола с 0 калорий сразу хочу сказать что я как нутрициолог вообще не рекомендую потреблять эти напитки они на сахарозаменителях причем самого плохого качества и абсолютно без разницы да может калорий там меньше чем с сахаром но реакция организма на употребление такого напитка с таким сахарозаменителем будет не абсолютно не идентичный такой же попьете с сахаром еще сейчас употребляют часто напиток такой энергетик да где огромное количество кофеина и во первых вы подсаживаетесь на этот допинг то есть без употребления энергетика потом человеку очень сложно проснуться взбодриться сначала вам достаточно несколько глотков энергетика потом вы переходите на одну баночку потом вам этого мало и таким образом он вызывает зависимость но и негативно сказывается на состоянии здоровья если вам не хватает энергии нужно разобраться почему вам ее не хватает нужно наверное сдать анализы крови обратиться к специалисту разобраться почему у вас снижен тонус может быть у вас щитовидная железа дает сбой может быть у вас гемоглобин понижен вот в этом причина употреблять дополнительные допинги для того чтобы взбодриться это вредить своему здоровью это вредить своему здоровью и Субтитры создавал DimaTorzok